Сборник поэзии и проза участников спецоперации презентовали в Хабаровской библиотеке для слепых. Книгу «Жизнь за другие своя» ее сотрудники планируют перевести на шрифт Брайля, а также в аудиоформат, чтобы с творчеством бойцов смогло познакомиться как можно больше читателей. Все стихи и рассказы в этой книге основаны на личных воспоминаниях участников СВО и их родных. Творчество бойцов никак не редактировалось. Сама же идея создания сборника, который назвали «Жизнь за другие своя», принадлежит фонду «Защитники Отечества». К нам приходят и действующие участники специальной военной операции, и ребята, кто уже демобилизовался. Поэтому вот пошел вот этот вот слух, что наполняется книга, и ребята приносили во все филиалы свои рассказы, свои стихи и даже песни. Чтобы познакомить с творчеством участников спецоперации незрячих читателей, сотрудники библиотеки переведут книгу в аудиоформат, а также в рельеф на точечный шрифт Брайля. Работу планируют начать и землетом. Несколько экземпляров направят в филиал библиотеки в Комсомольске-на-Амуре. Мы единственная библиотека, у которой есть возможность переводить книги из плоскопечатного шрифта, доступного всем людям без инвалидности, в форматы, адаптированные для незрячих людей. В честь презентации книги члены Хабаровского сообщества слепых подготовили концертную программу, исполняли песни и стихи о родине. Некоторые уже с нетерпением ждут, когда смогут прочитать новое издание. Конечно, я прочитаю, но я не знаю, чего ожидать. Наверное, очень много слез, очень много любви к родине и к жизни. В разные библиотеки Хабаровского края поступило 30 экземпляров этой книги. В ближайшее время к изданию готовится второй том с историями, не вошедшими в первое издание.